Друзья, всем привет! Сегодня я вам хочу вкратце показать мини-УШМ от Деволт. Официально, я так понимаю, что ее продавать не будут. По крайней мере, летом я официальным представителям писал. Они сказали, что ее неизвестно, когда ждать. Поэтому я заказал ее, собственно говоря, из Соединенных Штатов Америки. Заказывал я ее летом. Сейчас с этим делом дела все сложнее обстоят. Но давайте посмотрим, что же тут в комплекте и вообще для чего ее применяю. В комплекте идет, естественно, сама аккумуляторная болгарка, но только тушка. То есть она поставляется без аккумулятора. Вот этот крюк я покупал отдельно на Алиэкспресс. Но тут винт не с той резьбой. Короче, все это болтается. В комплекте вот этого крюка нет. Ну, пусть будет вот такой пока с Алиэкспресс. Чтобы удобно было ее куда-то себе на пояс зацепить. Либо на стремянку, если вы работаете на высоте. И она нужна будет вам в доступе. Также в комплекте еще идет кожух. Вот такой он сразу одет на данную болгарку. То есть это если вы будете что-то пилить. То есть здесь можно подключить пылесос. То есть какие-то работы по плитке, например. Я особо плиточными работами не занимаюсь. Поэтому я его сразу снял. Одевается он достаточно легко. То есть вот вы повернули. И защёлкнули. На кожухе можно регулировать глубину реза. Вот она фиксируется здесь. Также можно для удобства поменять направление. То есть можно вот так пилить. К примеру. Либо в обратную сторону. Либо вот таким образом. То есть тут несколько положений самого вот этого защитного кожуха. На который одевается кожух с пылеотводом. Снимается кожух достаточно легко. То есть мы сначала глубину делаем максимальную. Затем вот этот вот рычажок, где замок нарисован. Пододвигаем вверх. И убираем. С диском это не очень удобно делать. Вот. Как вы могли заметить, здесь указано направление движения диска. То есть это мини-УШМ. Она с выбором направления движения диска. То есть выбор осуществляется так же, как на шуруповерте. То есть вот посредине у нас будет заблокирован курок. И можно вот в одну сторону. Либо в другую. Так же УШМ имеет подсветку рабочей зоны. Которая светит достаточно долго. Можем сейчас попробовать посмотреть с вами. Сколько будет работать данная подсветка. Ну, у Деволта задержка обычно достаточно большая. Можно, наверное, даже не пуская УШМ. Чуть-чуть курок нажать. И подсветка опять загорится. В комплекте с УШМ идут три диска. Ну, я показываю два, потому что один я уже изработал. Это был вот такого плана. Только, естественно, фирмы Деволт. Обычный абразивный диск по металлу. Вот этот желтый диск, он тоже используется по металлу. Ну, как бы долгоиграющий. Не знаю, я особо с металлом не работаю. Я работаю больше с алюминием. Ну, и с алюминием вот эти диски, если честно, абразивный и вот такой по металлу мне как-то не очень. Потому что алюминий тянется и получаются большие заусенцы. Для работы с алюминием я использую, так скажем, зубастый диск. Но многие его боятся использовать, потому что можно нанести себе травму. То есть порезаться. Ну, не знаю. Я просто работаю аккуратно. Может, у меня просто таких случаев и не было. Я пробовал даже пилить какой-то брус достаточно толстый. То есть, к примеру, там 50 на 40 я пилил. То есть это с нескольких сторон. И если УШМ начинает, грубо говоря, зажимать диск, то она просто блокируется. Никуда она не отлетит. Это надо уж совсем хило ее держать, чтобы она куда-то отлетела. Но сейчас мы с вами попробуем еще попилить. Также в комплекте еще есть вот такое переходное кольцо. Не знаю, какие диски применяются с таким переходным кольцом. Да, диаметр его 11 миллиметров. Диск, который я применяю по алюминию. Он с Алиэкспресс. Выглядит вот таким образом. Здесь бывает по-разному. Бывают 72 зуба. Бывают пишут 76 зубов. Я, если честно, их не пересчитывал. Но сейчас мы им попилим. Давайте попробуем с деревяшечки. И я попробую, чтобы УШМ закусило и она остановилась. Вот. То есть она восстанавливается, сильно никуда не рвет. Просто пилим аккуратно и все. Вот видите, она просто остановится и все. Давайте попробуем алюминий. Он, конечно, не толстый, но особо толще мне не надо. То есть это профиль для натяжных потолков. Ну, это уже старый диск. Вот такой вот пил получается старым бывалым диском. Можно попробовать более толстый профиль. Вот профиль Еврокраб. Что удивительно, что вот Еврокраб, может, другой состав профиля, даже более чистый рез у него получился. Давайте еще разок отпилим. Можно прям такую узенькую. На более чисто пилит Еврокраб. Наверное, другой состав профиля. Зубастые диски тоже есть разные. Есть вот на 72 зуба, есть на 100 зубов. На 100 зубов пилит тоже чисто. По логике, как бы он должен быть лучше. Но давить им вообще нельзя. То есть начинаешь давить, он начинает забиваться алюминием. Вот видите, то есть его можно, конечно, повыковыривать. То есть я до вот этого забивания сделал, ну, наверное, резов 10. То есть вот таких вот маленьких резов сделал. И потом уже, да, начинается вот эта вот забивочка. Конечно, можно ее выковырять и работать дальше. Но вот этот диск забивается меньше. Также я купил вот такой диск попробовать. Но 85 диск сюда не влезает. То есть он тут упирается в кожух. Но без кожуха работать это такое себе удовольствие. Давайте что-нибудь металлическое сейчас отпилим. То есть здесь есть фиксатор шпинделя для того, чтобы не крутился. И можно было снять диск. Шестигранник в комплекте. И крепится он вот таким вот образом. То есть сюда втыкается и защелкивается. Вот это тоже диск с Алиэкспресс. Они продаются по 5 штук, по 25 штук. Толщина у него 1,6. То есть заводской диск с Деволтом сразу шел тоже толщиной 1,6. У меня особо металла нет. Вот есть какая-то пластина металлическая. Давайте ее отрежем. И заодно посмотрим реверс. То есть вы можете выбирать, в какую сторону будет крутиться диск. Или можно в другую сторону включить. Кафельный плитки или керамогранита у меня к сожалению нет чтобы вам показать но тут особо никаких отличий нет то есть устанавливаем нужный диск и пилим чем удобно да это уже мы чем она отличается от других к примеру от bosch от мелоки да она конечно побольше размером но у нее есть редуктор и диск используется почти полностью то есть у других уже диск устанавливается посредине то есть там буквально диск выглядывает наверно там на сантиметр когда здесь диск можно использовать 2 и 2 сантиметра конечно это не дешевый инструмент если бы у меня вообще не было никакого инструмента то скорее всего ну в нынешних условиях я бы себе не стал покупать но так как у меня уже есть какой-то инструменты волк есть зарядники есть аккумуляторы то естественно мне проще приобрести такую вот уши м и пользоваться их наслаждаться дальше работой этого инструмента я надеюсь видео чем-то было вам полезно всем пока до новых встреч увидеть